Зажигательные ведущие! Звёздные гости! Конкурсы, викторины! И самые крутые факты из мира музыки! В студии Алексей Янгер! И Хрюша! Это Муз Ток! И мы начинаем! Сегодня в выпуске! Можно ли совмещать занятия спортом и музыкой? Берём пример со всемирно известных композиторов! Как ведётся счёт струн на гитаре? И в каком настроении лучше садиться за написание песен? Узнаем у нашего звёздного гостя! Лёша, как ты думаешь, что лучше выбрать? Футбольную секцию или кружок игры на гитаре? А тебе самому что больше нравится? Я даже не знаю! И на гитаре хочу научиться играть! И футбол обожаю! А тогда зачем выбирать что-то одно? А разве спорт и музыка совместимы? Ещё как! Ты же слышал о композиторе Дмитрия Шостаковича? Конечно! Так вот, он был страстным футбольным болельщиком! Почти никогда не пропускал матчи! Проводил много времени за изучением футбольной статистики! Дружил с футболистами, писал спортивные статьи в газету и даже сочинял музыкальные произведения, посвящённые любимой игре! Ой! Хо-хо-хо! Так значит, футбол вдохновлял его? Вот это да! Ещё один композитор, Сергей Прокофьев, увлекался шахматами и даже играл с именитыми шахматистами! Кстати, это он придумал девятерные шахматы! Девятерные? Да! Это доска с полем 24х24, на которой играет сразу девятью комплектами фигур! Ого! Гениально! Поэтому, Хрюша, мой совет такой! Учись играть на гитаре и занимайся футболом! Главное, чтобы в удовольствие! Ребята, знакомьтесь, у нас в гостях Дмитрий Венгеров! Дмитрий Венгеров Певец, композитор и автор песен Талант и настойчивость помогли Дмитрию стать участником самых известных музыкальных телепроектов После которых о певце узнала вся страна Сегодня Дмитрий Венгеров продолжает радовать поклонников авторскими хитами И выступлениями в разных городах России Доброе утро! Рады видеть вас у нас в гостях! Спасибо большое! Доброе утро! Доброе утро! Правда, что петь вы начали благодаря урокам музыки в школе? Да, действительно так и было У меня пришла новая преподавательница по музыке в школу Спросила, кто здесь поет Это в каком классе было? Это в девятом классе, очень поздно начал петь Это уже было на время, когда я выбрал себе профессию И какая это профессия? Я хотел стать программистом Я учился в математическом классе У меня абсолютно математический склад ума И тут резко в девятом классе приходит новая учительница И ты меняешь свой вектор Она сказала, кто поет? Все пацаны сказали, ааа, Митяй поет Вот, и как-то я раз вышел, спел Два вышел, спел на школьные мероприятия И мне это очень понравилось И свернуло мою карьеру в музыку В нашей программе мы не только знакомимся со звездами Но и проверяем их музыкальные знания Готовы поучаствовать в нашей викторине? Всегда готов Сегодня все наши вопросы будут связаны с гитарой Я гитарист по образованию Как мы попали! Итак, первый вопрос Как ведется счет струн на гитаре? А. Сверху вниз Б. Снизу вверх В. Зависит от настроения гитариста Все варианты хороши Но правильные снизу вверх От тонкой к толстой Это окончательный вариант? Это окончательный вариант Хорошо Сейчас узнаем правильный ответ Внимание на экран Б. Снизу вверх Ты пишешь стихи и музыку В каком настроении лучше писать? В грустном или когда весело? Я заметил это на протяжении всей своей жизни Что когда тебе очень грустно Гораздо лучше пишется веселая музыка А когда тебе очень сильно весело Очень здорово писать лирическим Вот это да! Противоположность получается Да А сейчас давайте вернемся к викторине Погнали! Итак, наш следующий вопрос Настраивая гитару Музыкант натягивает струны с помощью А. Шурупов Б. Крутилок В. Колков Ответ В. Колков А мне нравится вариант В. Крутилки Ну они в общем-то крутилки Если так разобраться Так, и окончательный вариант ответа В. Колки Хорошо Сейчас узнаем Кто из вас лучше разбирается в гитарах И правильный ответ Это В. Колков Ладно, ладно Теперь я буду узнать Как правильно называются эти крутилки Они называются Колки Вот У вас есть маленькая дочка Какие песни она любит? Ох Она любит разные песни Не очень любит, когда я ей пою Как-то Несмотря на то, что я Да, вроде посвятил этому всю жизнь Обычно она Предпочитает слушать какое-то радио Но вот когда я ей пою У нее пока никакого отклика Эмоционального не находится Нет, только Пап, все, тише, тише Нет, она любит две колыбельных В моем исполнении И все Все остальное Как-то Она просит голосового помощника Включать ту музыку Которая ей нравится А вы знаете Нашу колыбельную Спят усталые игрушки? Конечно С самого детства знаю Спят усталые игрушки Книжки спят Одеяло и подушки ждут ребят Даже сказка спать ложится Чтобы ночью нам присниться Ты пожелай Баю-бай Здорово! Спасибо, что ответил на наши вопросы И спел для нас У нас остался небольшой блиц Который поможет нам еще лучше узнать тебя Продолжи фразу Ты готов? Готов Мое утро начинается с Дочери Хорошо Я хотел бы научиться Не нервничать Самой большой удачей я считаю Возможность петь и сочинять музыку Я мечтаю о Карьере В музыкальной индустрии Которая Сравнится с Майклом Джексоном Спасибо, что ответили на наши вопросы Спасибо вам большое, что позвали Здесь интересно А на сегодня это все Слушай музыку Хорошую музыку Отличную музыку И смотри Мусток На следующей неделе Увидимся Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok